Чебоксарское городское собрание депутатов Формирование комфортной городской среды Как идет ремонт дворовых территорий По этой программе проверили городские депутаты Мы часто рассказываем вам, уважаемые телезрители Про тот или иной двор, в котором началась реализация программы Формирование комфортной городской среды Но на примере именно этого двора по улице Хивежская Мы можем показать, как продвигается эта программа Мы были здесь в конце августа И тогда только устанавливали бордюры В середине сентября уже готов тротуар Теперь дело за проезжей частью Представитель компании-подрядчика, которая занимается дорогами Обещает уложиться раньше срока Срок сдачи у нас, я по-моему 30 октября Давал график производства работ Но планирую в сентябре закончить этот двор Такая ситуация, увы, не везде У нас довольно-таки большое финансирование на данный год Но есть такое нехорошее для нас ощущение Что многие подрядчики не успевают выполнить свою работу В те сроки, которые они должны быть выполнены Есть дворы по городу, где на сегодняшний день даже еще и не начинались работы Хотя двор по Хивежской к проблемным не относится Уже из окна машины народные избранники обнаруживают недочет Во время дорожных работ портится газон На тему его восстановления депутаты обещают поговорить с подрядчиками В следующей точке маршрута в дворе дома по Эльгера-13 Для недовольства нашелся более весомый повод, чем просто испорченный газон Здесь предполагается сквер Ахазово Люди его сами так назвали Такого названия раньше не было Это была просто придомовая территория В этом году мы заложили средства для того, чтобы здесь провести, проложить дорожки Обустроить освещение сделать Но сегодня мы сейчас столкнулись с тем, что поросель, оказывается, никто не убирает В бюджете проектировщики не заложили это всего Кроме всего прочего, работы здесь, мы видим, вообще пока не ведутся Что с этим делать мы будем? Ну, сейчас мы выехали комиссионно, будем с этим разбираться Как выяснилось, подрядчик не заложил средства на долгожданный тротуар вдоль 45-й школы Мы были здесь зимой, в это время года единственный путь для школьников – проезжая часть Мы уже про какой год говорим, что там дорожка обязательно должна пойти, где 45-й школы Дети же не могут летать Вопрос по земельному участку до сих пор не решен Там также и числится в Росреестре, как и по строительству квартирного дома В одном из дворов по улице Гузовского, помимо стандартных работ по ремонту проездов, тротуаров, освещения, планируют убрать старые гаражи Гаражи у нас администрация Московского района вот только что в глава доложил Работа ведется, то есть ищет собственников Там определенная процедура должна быть соблюдена для того, чтобы эти гаражи вывезти На территории тоже что-то можно будет сделать? Какой-то зеленый уголок, да? Конечно, вывезем гаражи, благоустроим территорию, я думаю, в любом случае так не оставим За этот рейд у депутатов накопилось много информации для размышления Что сделать с выявленными недостатками, будут решать на заседаниях профильной комиссии То, что все ждали на очередном заседании городских депутатов, не произошло Главу города Чебоксары не выбрали Зато без неожиданности, во всяком случае, для журналистов не обошлось Но обо всем по порядку Первым в повестке дня стал вопрос об изменениях в устав города Раньше народные избранники должны были в течение двух месяцев выбрать нового городоначальника после сложения полномочий старого Теперь на это у них полгода, из которых, впрочем, осталось около четырех месяцев Выборы глава – это вопрос, сами понимаете, серьезный Во-первых, кандидатура главы должна быть кристально чист во всех отношениях Никаких, скажем, компрометирующих на него аргументов ни у позиций, ни у кого не осталось Эта кандидатура должна быть согласована и федеральными органами власти, и республиканскими То есть этот процесс, скажем, так быстро не делается Как вы думаете, сколько еще теперь город Чебоксар будет без главы? Вот по вашим прогнозам? Еще неделю Нового главу города предстоит выбрать в ближайшее время А депутатское кресло одного из бывших глав Леонида Черкесова отныне занято По результатам до выборов 10 сентября новым депутатом по седьмому избирательному округу стал Вячеслав Григорьев Однако в депутатском корпусе не только прибыло, но и чуть не убыло Дело в том, что в адрес ЧГСД поступило обращение Мол, депутат Алексей Шурчанов предоставил неполные сведения о доходах и имуществе За такое народному избраннику грозит досрочное прекращение полномочий Однако депутаты решили, что вопрос нужно тщательно изучить За лишение Шурчанова полномочий проголосовали только двое, еще двое воздержались В этот раз депутатские ряды никто не покинул Это была программа «Местное самоуправление» До свидания